Осматривал утром ульи и заметил ослабевший нуклеус. И сейчас немного в замешательстве. Внутри видно поражение расплода, но это не европейский гнилец. Болезнь убивает расплод после стадии запечатки. Я немного обеспокоен, потому что может быть американский гнилец. Я не знал, что конкретно сделать, поэтому позвонил Дереку Миккельсону и попросил, если он недалеко, приехать, посмотреть и сказать, что он думает о том, что происходит внутри этого улья. Дерек был весьма добр, правда он был неподалеку, брал анализы у других пчеловодов, так что он посмотрит и расскажет, что не так с этой семьей. Дерек, спасибо за то, что снова приехал в наше хозяйство. Я хочу показать тебе, открою улей и выну рамку. Как видите, семья очень слабая, больная и уже умирает. Я опасаюсь, что причина американский гнилец, но она не показывает все его симптомы. Поэтому я хочу, чтобы ты посмотрел на расплод и помог определить причину. Конечно. Не знаешь, это проявляется на каждой рамке? Да, в общем-то на всех расплодных рамках здесь. Мертвый расплод определенно здесь. У обеих болезней, и у американского гнильца, и у мешочатого расплода, общие симптомы пчеловоды обычно путают эти болезни, потому что они проявляют очень похожие симптомы. Личинка умирает после запечатки ячейки. Она умирает, меняет цвет, становится светло-коричневой, затем все больше темнеет по мере развития болезни. Сейчас посмотрим. Нет стамески, воспользуемся маркером для того, чтобы раскрыть ячейки. Как видно, личинка стоит прямо, головка направлена вверх. Это довольно четко говорит о присутствии мешочатого расплода. Это болезнь, мешочатый расплод, это вирусное заболевание, которое проявляется чаще всего весной. Периоды повышенного стресса, температурного стресса, стресса, связанного с нехваткой питания. Поэтому он чаще встречается весной. В большинстве случаев пчелы способны самостоятельно справляться с последствиями. Особенно, если речь идет о крупной, сильной семье с молодой маткой. Такая семья сама справляется с болезнью и продолжает функционировать. А что указывает на то, что это не американский гнилец, а именно мешочатый расплод? Да, в случае американского гнильца, личинка превращается в жижу, в слизь. Если мы возьмем палочку, можно здесь с земли, воткнем в ячейку, помешаем, то при гнильце личинка распадется, превратится в клейкую массу. Мы поворащаем палочку, если бы это был американский гнилец, то личинка бы не отрывалась, приклеилась к палочке. В данном случае этого не происходит. Личинка становится более водянистой, намного более водянистой, чем при американском гнильце. Попробуем с другой личинкой, и тут тоже этого не происходит. То есть для американского гнильца характерна клейкость. Да, личинка, пораженная американским гнильцом, будет вытягиваться палочкой по меньшей мере на 1 см, а иногда и на 2 см из ячейки. При мешочатом расплоде, внутренняя часть личинки превращается в водянистую массу, но при этом внешняя оболочка остается целостной. Поэтому ее можно вынуть, если бы у меня были щипцы, получилось бы лучше. То есть пчелы могут самостоятельно их вынимать. Вот, и по сути сама личинка остается нетронутой. Содержимое личинки как будто в мешке. Отсюда и появилось это название, мешочатый расплод. Так что я могу быть более спокойным. Да, абсолютно точно. А вот эти ячейки точно поражены. Что мне нужно делать? Очевидно, от этого отводка я избавлюсь. Да, обычно рекомендации такие. Если болезнь заметна на паре ячеек, то не стоит о ней слишком беспокоиться. Пчелы смогут справиться с ней самостоятельно. Если она распространяется и заметна на более чем 5-10 ячейках на одной рамке, или 5% сотов, то необходимо предпринять несколько шагов для борьбы с болезнью. Эта рамка довольно сильно поражена. Здесь приличное количество пораженных ячеек. Моя рекомендация – просто избавиться от нее. Сжечь или стрясти. Да, с точки зрения безопасности лучше сделать так. Это всего несколько рамок в твоем большом хозяйстве. Можно также заменить в семье матку. Это другой способ, чтобы дать им лучшую генетику. Одни пчелы более уязвимы к мешочатому расплоду, другие более устойчивы. Поэтому можно поменять матку на ту, чьи пчелы показывают больше гигиеничного поведения. Вчера мы как раз с Ионом сняли видеоролик о тестировании гигиеничного поведения у пчел. Итак, использование этих хороших генов гигиены в наших пчелосемьях может помочь в том, чтобы пчелы могли справляться с такими инфекциями намного успешнее. То есть, гигиеничное поведение пчел помогает в борьбе с такими болезнями. Абсолютно точно. Если бы пчелы были более гигиеничны, то они бы убрали всех пораженных личинок, и я бы даже не заметил проблемы. Да, я бы сказал, что в случае хорошей, сильной семьи с генами усиленной гигиены, мы бы не смогли, вероятно, просто увидеть ничего такого. Ну что, это на самом деле хорошие новости, и я опасался, что это может быть американский гнилец. Тогда мне бы пришлось предпринять действия для решения потенциальной проблемы, которая могла происходить на моих глазах. Именно поэтому я позвал Дерека, чтобы он смог подтвердить, что нет усугубляющейся инфекции, и определить, в чем дело. Всегда хорошо иметь больше информации. Спасибо, что пришел, Дерек. Я знаю, ты немного сбился со своего пути, но я очень это ценю. Нет проблем.